11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Это время помнит каждый, и в том числе сфера ресторанного бизнеса. Тяжелый этап жизни общепита, система QR-кодов, ограниченное количество гостей в зале, падение выручки почти до 90%. Тогда ресторанные управляющие испытывали настоящий страх. Было настолько плохо и тяжело. Хотелось работать, не с кем работать. Было страшно. Мы выходили на улицы, и просто пустые улицы. Несмотря на тяжелое время, рестораны все-таки вернулись к жизни. Под все ограничения старались максимально подстраиваться. Масочный режим, антисептики и не только. Но даже проблемы вносят позитивные изменения. Огромнейший плюс управляющие ресторанами нашли в летних террасах. Они начали появляться, когда в залах нельзя было находиться гостям. На сегодняшний день летняя кухня важна для ресторанов. Колоссальное снижение выручек только за счет того, что у тебя при хорошем ресторане нет летних террас. Также за округлым столом обсудили еще пару тем. Гости становятся более требовательны к еде. И поварам сложнее их удивить. Поэтому многие рестораны в Белокурихе начинают выращивать свою продукцию. Этим и подкупая гостей. Когда ты заказываешь какой-то либо продукт, ты неизвестно времени, сколько он до вас едет. И где он у вас там едет. То есть мы, как сказать, удивляем или хотим-хотим удивить. И в данный момент мы разрабатываем новое меню, где будет меню чисто, ну, чисто, если скажу, совру, конечно, но на процентов 80 нашего продукта. Большое внимание уделено и сервису, чтобы в ресторане гость не только поел, но и обратил внимание на украшение зала, музыкальное сопровождение и общую атмосферу. Но при этом рестораны сохраняют основную свою деятельность. Все главное, что вообще человек должен в астрономическом заведении попробовать на тарелке. То есть вот эти все там букетики, салфеточки, вот это вот все, там текстиль, это уже, ну, так считается, как бы такая история. Конечно, здесь эта тенденция, я уверена, что она придет. Подводя итоги, рестораторы отметили, что ковидный год принес много проблем, но и чему-то все-таки и научил. Сегодня эта сфера возвращается в привычный всем облик. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.